доброго времени суток друзья сегодня в рамках рубрики мастерская расскажу вам о неисправности или ремонте о неисправности такой занимательной причем такая интересная это неисправность микроволновки сразу просто покажу вам вот микроволновка есть вот она далеко я вот так покажу вот это вот это вот микроволновка вот это вот все было найдено прямо на помойке прямо коробке и кто-то вытащил и оборвал ну сразу выкинул и обрезал обрезал кабель и с удовольствием прямо выкинул такие вещи особенно когда у нас доллар был 30 рублей я частенько находил прямо во дворе но то есть домохозяйки или там я не знаю какие-то люди жители жители будем так и городов вот и просто их выносят у подъезда бросали и уходили то есть в чем чем проблема есть такой момент интересный микроволновка ну один прекрасный момент вот она видите в один прекрасный момент она начинает искрить то есть там горит что-то взрывается но и люди пугаются и просто выносит на улицу и все прощать на самом деле все гораздо прозаичнее или дефект который появляется вот такой вот как замыкание там что-то горит внутри именно внутри искрит это дефект он исправляется не просто а очень просто сейчас покажу немножко как поближе может вот так я маленькая камеру настроил смысл чем дефект этот распространенный для всех печек что вы здесь все дорогой пульт будет что вот такие ручки дешевые модель дешевая разницы нет в чем там проблема открываем дверь прежде всего нужно понять почему это происходит что это открываем вот так вот дверь и вот показываю видно видно прямо вот здесь вот сбоку находится ну то есть вот эта сторона тут стоит лампа магнетрон которая собственно изучает и свечи металл он как бы не прозрачен для волн для и свечи волн а прозрачным является вот такая вот вещь вот пластинка пластинка сделана из слюды серьезного на полном серьезе вот то есть вот эта штука космическая но здесь обычная слюда то есть которые пускают на слюдяных заводах вот добывают ее природный материал вот слюда вот листик слюды закрывает окошко через который летит свече волна собственно и все и со временем вот эта слюда она прогорает и получается у нас покажу вам получается вот такая дырка вот так вот она прогорает но это она уже прогорела когда совсем то есть забыли ли что то есть она прогорела и выходит из строя то все это горит красиво дымит искрит замыкает и все вот красиво вот это что что нужно сделать что нужно сделать друзья нужно отремонтировать или можно можно отремонтировать вот это вот эта пластинка вырезается из листа слюды где взять из слюды пойти в магазин где продают ну как правило сейчас это даже не магазина просто фирмы или отделы больших магазинах хозяйственных для ремонта бытовой техники но как правило пишут там запчасти для ремонта бытовой техники зайти туда и попросить кусочек слюды вот такой вот листочек на сегодняшний день 21 год россия стоит 100 рублей в розницу магазине настоящая слюда вот такая прессованная или какая нот такая значит что нужно сделать соблюдая предельную осторожность на самом деле извлечь вот этот листочек он зацепляется вот такими ушками то есть чуть-чуть согнули и вытащили печку разбирать не надо не надо почему потому что с той стороны вы все равно не залезете там магнетрон и другие детали что происходит берется вот вот у меня уже остаточки здесь остались ложить ложите вот так вот и как детском саду ну так вот забудете карандашиком и обычными ножницами потому что нож этот он не особо помогает обычные ножницы вы берете и спокойно вот эту следу вырезаете все один тратите 10 минут ну пускай 15 но еще там посидите папку подумайте еще 20 короче в течение часа вы производите ремонт без захода в какую-либо там мастерскую просто сами берете вырезаете основная трудность вообще трудность как бы вот в этом ремонте это вставить ее туда потому что слюда очень хрупкий материал и он вот он не сильно видеть вот я могу показать вот то есть он потом может сломаться то есть вот так вот он может гнуться то есть чуть-чуть вы можете вогнуть но завод производитель всех микроволновок он ушки вот эти делать таким образом чтобы вот чуть-чуть вы согнули маленечко и вставили туда то есть сначала одну сторону вставили потом другую соблюдая осторожность и чтобы все это стало ровно нужно вот размеры вот эти должны быть выдержаны ну то есть нет баллы там раз ножик сам вырезал там читай прилепила все точно подгоняется вставляется и все что потом происходит вы можете посмотреть вот вот это вот наша печенка и вот вот как она была взяли все выкинули вот печурка вот это вот кто не знает как это делается берется вот такой стакан воды классический стакан со стик без всяких полосок металлизированных и так далее то есть обычный стакан воды ставится и и делается контрольный контрольный тест контрольный тест сейчас немножко приближу мальничка вот так стаканчик водички ставится ставится на высокую эту и одну минуту вот собственно вы видите да то есть ничего не искрит не пылит все хорошо то есть кусочек слюды за 100 рублей и час времени собственно все сейчас мы посмотрим вот я на одну минуту поставил на самом на самом деле печка сама печка вот она устроена достаточно просто ну как собственно все пить электрические да и газовые там нету таких элементов которые бы там семь пядей вал будет и не знаешь что с этим делать вот эта печка она классическая то есть механические ручки и они все состоят из буквально нескольких блоков то есть либо электронный блок стоит который кнопки управляет вы его тоже не отремонтируйте если что вы будете вы менять полностью либо механические переключатели тоже собственно это все короче в современном мире ремонтируется по каталогу заказываются какие-то детали основная трудность найти пожалуйста все все работает а печку выкинули то есть я ее прямо с мусорного бака вытащил открываем когда туда руку сурете нужно как называется технику безопасности соблюдать потому что если она работает она нагрелась вот берем какой-нибудь специальную тряпочку вытаскиваем вот если видно пар идет все то есть за одну минуту стакан воды нагрелся до уровня кипятка вот такой нехитрый ремонт друзья желаю вам всем быть любознательными но и не торопиться есть такое выражение павел погоди выполнять отменят погодите выбрасывать печку и там какую-то вещь может быть причиной и неисправности абсолютно банально лучше конечно при нынешних временах лучше сначала посмотреть разобраться потом уже выбрасывать если чё вот такая вот тема все всем пока здоровья удачи и берегите свои вещи они вам еще послужат